Расстояние дружбе не помеха. В минувшие выходные с вкусными гостинцами к четвероногим обитателям приюта ЗОО-37 приехали школьники из города Приволжск. Желающих посмотреть, как живут кошки и собаки, как их кормят и заботятся о них, оказалось около полусотни. Встречу малышей и хвостатых организовали благотворители проекта «Ради улыбки». В течение 10 дней они проводили в Приволжске акцию «Добро с хвостиком». Воспитательный процесс – это самое главное вообще. Всегда. И взрослых порой тоже приходится воспитывать, и детей. У нас очень сейчас в нашем мире не хватает доброты. Мы стали все какие-то черствые, жесткие по отношению друг к другу, не говоря уже о животных. И поэтому мы считаем, что нужно воспитывать именно со школьных лет, с малых лет именно к доброте. Ребята собирали продуктовые посылки, рисовали открытки и писали рассказы о своих отношениях с братьями меньшими. В приюте талантливых и добродушных малышей познакомили с кошками и собаками. Рассказали хвостатые здесь, как на курорте. Питаются трижды в день, дважды гуляют. Школьники остались в восторге. Приюту нужны для того, чтобы подобрать животных и отнести в приют. Их за ними будут там ухаживать. А животных из приюта надо забирать домой? Да. Почему? Потому что здесь они без семьи. И им здесь не очень даже хорошо. Им нужна семья. Знакомиться с жизнью приюта изнутри очень важно, считают благотворители. Есть вероятность, что дети, которые увидят несчастных брошенных четвероногих, вырастут отзывчивыми взрослыми. И никогда плохо с животными не поступят. Вы видели, что все пришли сначала, зажали нос, потому что большое скопление, все-таки запахи. Забыли? Они об этих запахах, да? Потому что они увидели этих кошечек, они увидели этих собачек. То есть и поиграли. Потому что дети, они же добрые. Это потом почему-то, как говорится, люди становятся злыми. Поэтому мы приветствуем, очень приветствуем, чтобы приезжали. В приюте ЗОО-37 сейчас около 60 кошек и чуть меньше двух сотен собак. Содержать такую большую свору непросто. Это отнимает множество времени и сил, не говоря уже о средствах. Еду здесь варят с утра до вечера огромными кастрюлями. В рационе животных мясо, овощи, мучные изделия. Собаки в вольерах настолько упитанные, шутят волонтеры, что впору сажать псов на диету. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.